Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос достаточно прост. Притирка. Сейчас, на данный момент, вы друг к другу притираетесь и привыкаете. Поскольку встречи у вас достаточно редкие, то для вас это в новинку. Скорее всего, вы нервничаете, волнуетесь, переживаете, вы хотите показаться друг к другу с лучшей стороны, боитесь разочаровать, и именно из-за этого не можете уснуть, потому что каждая ночь это своего рода какой-то новый опыт, который вы воспринимаете в первый раз, и для вас это не будет. Вот. Ну и, понятно, волнение, оно все-таки с молодым человеком вы встречаетесь не так долго, всего полгода. Вот. И ночевки совместные у вас редкие, как вы говорите. Так вот, если каждый из вас каждый день будет уставать сильно, и вы будете приходить ночью, ну или вечером спать друг к другу, да, то очень скоро вы уже будете засыпать. Вот. Очень скоро вы будете засыпать. Очень быстро. Есть, конечно, и другая причина. Это причина, которую можно назвать как обстоятельства переживаний. Да? То есть вы переживаете из-за чего-то. Вот. Ну, именно вы, допустим. Именно вы анонимы, да? Вы переживаете из-за того, что боитесь его потерять, или боитесь его разочаровать, или у вас есть какая-то сверхосначимая цель сейчас. Понимаете? То есть вот эти моменты, их можно разобрать и немножечко подкорректировать. Но, судя по вашему описанию, то что происходит, это нормально. Вы, вы вместе, вы никогда, наверное, не жили с любимым человеком. Вот. И, собственно, это нормально, что с новым человеком, находясь в постели, в такой интимной обстановке, вы волнуетесь, и у вас проблемы со сном. То есть я думаю, что самый лучший путь к этому – это участить количество вашего совместного сна, и тогда вы друг к другу привыкнете и сможете засыпать без проблем. Вот. Ну и, конечно, рекомендации моего коллеги тоже достаточно хорошие. я говорю про Игоря Летучего, вот. Наслаждайтесь друг другом, не стремитесь уснуть, и тогда все будет получаться само по себе. Вот. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Исправлять. Ну, давайте подумаем. Если бы вы не волновались, да, если бы вы спали быстро, что бы это значило? Это значило низкий эмоциональный фон. И, в свою очередь, это означало бы, что у вас меньше чувств к партнеру. Я не думаю, что это было бы хорошим знаком. Поэтому воспринимайте это как проявление чувств, проявление любви. Радуйтесь тому, что это есть, ведь вы знакомы. А встречайтесь всего пять месяцев, то есть даже не полгода еще. Я думаю, что есть очень интересный момент, почему вас волнует то, что вы не можете уснуть, то вы, то он. То есть вы хотите, чтобы сразу в редкие ночевки совместные, да, вы засыпали. Вот откуда такое желание, чтобы так было? Или молодой человек высказывает недовольство этим? Или вы чувствуете раздражение? Подумайте о своих чувствах. А если вы раздражаетесь, то на что? На кого? По какой причине? Подумайте. Над этими вещами поисследуйте. И если не разберетесь сами, то обращайтесь на личную консультацию к любому из психологов, которые вам понравятся. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Впереди новогодние каникулы, если вы живете в России. Достаточно много будет времени для того, чтобы вы вместе друг с другом ночевали. Я думаю, что за новогодние каникулы, скорее всего, ну опять же, если вы живете в России, за новогодние каникулы вы друг к другу привыкнете и будете засыпать абсолютно нормально. Так что, как минимум, до конца новогодних праздников переживать вам не очень. Ну а если после вот этого периода вы все еще не сможете засыпать, или у вас будут проблемы со сном, либо у вас, либо у молодого человека, то это просто будет означать, что есть какие-то не выявленные проблемы, которые не позволяют вам полноценно вступать в личные отношения. Чего страшного в этом нет, нужно будет просто выяснить, что это, и с психологом это раскрыть. Заметьте, не подавить, не убрать, не исправить. Именно раскрыть. То есть, увидеть в этом еще одно проявление своей личности. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я хотел бы пожелать вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!